Мы просто грамотно разложили риски, и получилось так, что вложились и организовали вот этот небольшой бизнес. Где-то на декабрь 2013 года здесь был банковский офис, здесь был офис банка Русфинанс. Долгое время, пока мы здесь, ну не долгое время, два месяца, пока мы здесь сделали ремонт, нас замучили люди, которые приходили. И нам каждому приходилось объяснять, что банк переехал. И одно из названий, которые мы хотели сделать, это вот «Гастрофаг, банк переехал». Потому что, ну, действительно, название с историей, но мы изначально пытались выстроить свои отношения внутри нашего коллектива, который все это организовал, чтобы минимизировать какие-то, ну, острые улыбки, да, потому что все прошли некоторую школу жизни и понимают, что есть такая фраза «С друзьями бизнес не делаешь». Поэтому нам очень важно, чтобы на самом, на самой душе старта не было моментов, которые бы вызывали бы, там, стойкое отторжение хотя бы одного из этих пятер. Поэтому так появилось название «Вкусоцвет», которое не такое хулиганское, не такое, в общем-то, задорное, но при этом точно отражает нашу вкусу. Потому что цвет – это пиво, потому что если человек не это выстроит, у нас у каждого пива свой характерный цвет. Цвет – это тарелка, это еда, ну, а вкус, он отражает, что у нас пиво – это не просто напиток, это некая дистаномическая единица, которая, которую надо смаковать, которую надо распробовать. И наша задача, в общем-то, и была показать впервые публике Твери, что пиво – это достойный напиток, не менее удивительный и сложный, чем вино. Потому что, ну, есть некий стереотип, да, есть виски, его можно смаковать, с ним можно баловаться и пробовать разные вкусы. Есть вино – это напиток серьезных людей, которые тоже разбираются. А пиво – это некий такой, ну, бой, в котором быстро напиваются, сходят с бутылкой по улице и так далее. Вот нам хотелось очень сильно этот стереотип сломать. И вот сколько, мы уже два месяца работаем, мы открылись 14 марта. Ну, и по ощущениям, по тем людям, которые сюда приходят, по тем разговорам, по тому, как люди возвращаются и что они пробуют, и как они пробуют, мы понимаем, что помимо сервисного сервиса мы еще и предоставляем некий уровень образовательного. Потому что люди каждый раз приходят, что-то новое пробуют, их перестают пугать вот эти знаменитые горчинки во вкусе, они начинают уже идти дальше. И то же самое в еде. Мы ушли от стандартных каких-то закусок пивных, типа «Воглы». Ну, «Воглы». Да. Потому что горчинки у нас пока еще в меню присутствуют. Вот. Но мы тоже постарались людям как-то привить некую культуру. Вроде бы получается. Потому что бытла у нас нету. Людям, относящимся к пиву, как к способу быстро напиться и получить несколько иное удовольствие, о котором мы говорим, им у нас неинтересно. Потому что мы делали себя. И, видимо, вот мы так четко поймали некое ощущение в городе, что те люди, которые к нам приходят, они с нами на одной волне, и не внутри, не у себя на этой волне. Потому что одно из непреложных правил нашего заведения, что у нас в продаже только пива, у нас нету крепких алкогольных напитков и вина. То есть все люди, которые сюда приходят, они должны пить одинаковый алкоголь и пьянеть одинаково. Тогда это вызывает хороший, единственный такой унисон у собой и унисон в том числе и в неком охмелении, потому что нету перекосов. Главная наша, одна из главных задач была при создании заведения, чтобы мы хотели изначально сделать то, чего в Твери не было, сделать немного принципиально. Нас очень сильно раздражает тенденция аппетита, попытка смешать все и вся. И пицца, и суши, и кальян, и тут же и водка, и подводочку, и оливье, и борщ, и все вместе. Нам хотелось, чтобы наши некие такие правила внутренние, да, и оливье, и не устой, привлекал к нам именно тех людей, которые нам близки по духу, по настроению. На данный момент это получилось. То есть здесь уже люди знакомятся, люди разговаривают, люди общаются. Вы говорили об Украине, у них в последнее время все больше сделать еще одно правильное заведение. Никаких разговоров об Украине, потому что, ну, здесь надо разговаривать немножко о других вещах. Да и, в общем-то, эта тема настолько активно черно-белая, то есть она или искристо-белая. Мы искусственные, на самом деле. Вот, поэтому... Хотели разговаривать? Да. В общем, политика имеет место в этом заведении, но не такая, которая, в общем, низкого порядка. В общем, работаем два месяца, и вроде бы все хорошо. С удивлением для себя обнаружено количество умных, взрослых, взвешенных людей в городе достаточно большое, чтобы на этом, ну, прямо если говорить, делать бизнес. Вот. Ну, вот что касается еды. У нас гастропад. Гастропад это понятие, пришедшее, естественно, из Англии, из Великобритании. Это место, куда люди приходят выпить пиво, пообщаться, но при этом оно достаточно разнообразное по подаче блюд. И достаточно вариативное. То есть мы не костные, у нас меняются рецептуры, мы пытаемся вот сейчас новое меню запустить. У нас есть мясные пятницы, когда мы всех людей приглашаем на большое запеченное мясо или еще что-нибудь. То есть у нас не скучно здесь, как в напитках, так и в еде. Вот. И такая тоже, правило-неправило, принцип, которого мы стараемся придерживаться, он как бы трактовался изначально из-за пива и моего отношения к еде, что мы стараемся по максимуму все делать своими руками. Если мясо вяленое, то мясо вяленое не купленое, а сделанное у нас в духовке. Если арахис, то это не арахис из пакетиков, это хороший купленный арахис, доведенный здесь до ума, чтобы он было закусить. Если это крендельки, то это крендельки пусть тоже из магазина, но доведенные до ума, чтобы здесь было вкуснее. Так далее, так далее, так далее. Если лимонад, то это обязательно домашний или тахун, или сделанный непосредственно из апельсинов, лимонов. В городе этого нет, люди это высоко ценят. Уровень лояльности, за что мы им очень благодарны, зашкаливает. Такого количества благодарности на выходе я не видел. Это очень здорово, реально попали в какую-то историю, это очень приятно. Ну вот, а пропиво подробнее. Скажи, пропиво, Александр. Попробуйте, у нас сейчас предмет разговора, чтобы появился, да? Три сорта, да? Ой, а где мой тахун? Тёма! Ну и все другие. А у вас есть уже какие-нибудь, какие листочки? Владимир, поднимай мне адрес рыбаков? Сейчас мне... Пока только интернет. Нет, у нас только... А, можете дать свой адрес? Семеновская шесть... А, адрес у нас еще раз выяснилось. Ну, я вам скажу. Ну, фейсбук и... Ну, чтобы ссылки на них-то на вас сделать. Да, в фейсбуке, в контакте... В фейсбуке через меня есть, я подписана. Или подписаны, или... Чтобы ссылки все на вас сделать. Вот. Ну вот... У нас в празднике было семь сортов. Очень вкусная. А ты что, все одинаковые пиво? Нет. Три разных пива. Три разных пива. Просто люди заказали портер. Ну, как бы... А вы... А, ну, нет, я имею в виду, он среди наших. У нас тут разное. Оно все разное. Вот два человека пьют стаут. Потому что страва там более сухой, у него аромат, как бы... Ну, шоколад. Да? На самом деле, там нет ни грамм шоколада. Нет, пить-то, конечно, не буду. А ты готовишь пиво? На квас похоже. Как за глупо? Ну, я по-моему, сами тут похоже. На квас это плохое сравнение. Дело в том, что... А мне все на квас? Сравнение пиво с квасом неправильно в принципе, потому что это два раза выражение. Ага. Если пиво похоже на квас, то оно испорчено. В этом пиве нет ни одной квасной лодки. Води, я на пиво пиво хочешь? Сейчас, с вами. Горячка. Приятно. Ну, оно сбалансированное, с ним все хорошо. Оно не могло вам не понравиться, потому что у меня теща это пиво. Ну, уж я все еще саду. Нет, нет, это не опыт. То есть, как бы, она просто вашего возраста, вашего, скажем, 20. Поэтому она... Ну, просто... Нет, просто... Это такой характерный пример, она учительница в школе, поэтому... Ну, комплимент. Поэтому она... Нет, не комплимент, а пиво-комплимент. Я больше про пиво, чем про людей. А вот знаете, а вот так лучше у вас. Мне-то как... Да, круче садюш. Ну что... Стоп. Там точно портер-со стал? Типа, вы не путали? Не знаю. Портер-со, а что, похоже на портер? Слушайте... А вот это вот...